Давай знакомиться. Скажи, меня зовут Эмма. Эмма уже умеет здороваться, хотя ей всего полгода. Но пока и в силу возраста, и физического недуга, девочка общается с миром на языке эмоций и настроений. Талончик нам достался только в три месяца. По ней я не замечала, что она меня не слышит, что-то не реагирует на звук, потому что мы... Я ей включала песни колыбельные перед сном, она у меня засыпала. Все... Ничего не предвещало беды. Двусторонняя хроническая тугоухость четвертой степени, пограничная с глухотой. Этот диагноз поверг надежду в шок. Специалисты объяснили, отсутствие слуха организм во многом компенсирует зрением и обонянием. Так что постороннему человеку сложно увидеть, что такой маленький ребенок не слышит, а чувствует. Это замещение помогает девочке и сейчас. Но уже в скором будущем, очевидно, потребность в навыках общения возрастет. Если вот в три месяца она просто говорила «а», хотя ребенок уже начинает гулить какие-то, ну вот, произносить другие слова, ну, она уже говорит слоги «ба», «не». Ну, вот она не понимает, конечно, непроизвольно все это говорит, но... Но очень старается. А сейчас общение ограничено семьей девочки. У нее есть бабушка, мама, сестра и два кота. К ним Эмма особенно неравнодушна. Сейчас Эмма ждет первого зуба и первой операции. Если в возрасте до года девочке установить слуховой аппарат, она сможет жить, то есть слышать полноценно. Все заключения врачей почти на руках, но вопрос упирается в финансы. У одинокой мамы нет средств на дорогу и проживание в Москве. У меня двое детей. Я воспитываю их одна. Для меня, нам необходимо для двух этапов операции сумма примерно 150 тысяч. Почему я не могу ее попросить у родных или у близких? У нас здесь почти никого не осталось. Полторы сотни тысяч рублей покроют затраты на перелет в Москву, десятидневное проживание в гостинице и питание. Денег хватит на период операции и на второй этап для реабилитации. Сейчас у Надежды есть всего 30 тысяч рублей, а времени в обрез. Уже через полгода малышка может оглохнуть окончательно. Семья Эммы просит неравнодушных о помощи. Всем миром собрать недостающую сумму вполне реально даже за короткий срок. Не оставайтесь в стороне от возможности совершить добрый поступок. Наша общая поддержка позволит малышке слышать мир полноценно. Анастасия Драган, Николай Шелко. День с толком.